всем доброго времени суток с вами канал мир вокруг трилобита и наша постоянная рубрика забавный живот сегодня такой интересный эпизод вот со мной произошел приехал с работы и обнаружил на корпусе своей машины на нашей не саму ранге чьи хроники вы можете наблюдать наших плейлистах вот такое интересное прилады зеленое существо как она забавно шевелит усиками вот а вот всех приветствует и вот задался вопросом а собственно говоря кто к нам зашел сегодня в гости такой очень достаточно забавно насекомое у него большие крылья прозрачные да так причем цвет такой тоже необычный да ну такое зелененькое и вроде как знаете ну давид не агрессивный то есть там не таких вот ни жалон не жевал них или церкви ничего такого не наблюдаю него и как я уже успел узнать данный наш представитель мира насекомых москвы и подмосковья называется золотоглазка познакомимся с ней поближе вообще золотоглазки это семейство сетчатокрылых насекомых который еще называется нейроптера всего известно около двух тысяч видов золотоглазых причем из них всего лишь только 70 видов встречаются в европе наиболее известным видом является обыкновенная золотоглазка ну скорее всего мы вот ее сейчас и наблюдаем она еще называется как хризоперла корнея золотоглазки и съезды ребенок со времен динозавров вот почему еще я вам решил показать данного нашего гостя да вот на своем канале потому что вообще золотоглазки одни из древнейших насекомых нашей планете самые такие древние виды найдены в юрских отложениях около деревни даохугоу это у нас внутренняя монголия и кнр и сам таким древним останком около 165 миллионов лет представляете какая история насчитывается у давнего до у данного нашего какого-то сегодняшнего гостя верхней юри и нижней милу их было уже очень много причем в иных местах и как они милые следы составляли около трети следов с четокрылых причем большинство золотоглазок были тогда из рода который входит в исчезавшие подсемейства в раннем иоцене большинство золотоглазок были тогда из рода мезипахриза который входит в исчезавшие подсемейства лималина в раннем иоцене лималина исчезают предположительно из-за отсутствия маскировки перед увеличивающейся численностью муравьев которые защищали тлея золотоглазок и уничтожили но на смену лималина и пришло семейство нотохризани которые господствовали до начала миоценок и их численность уменьшилась предположительно из-за отсутствия органа который реагировал на ультразвук с помощью которого на золотоглазок с некоторых пор стали охотятся летучие мыши. Современные золотоглазки из данного подсемейства составляют 3% всех золотоглазок, которые вводятся на нашей планете, а остальные принадлежат к подсемействам хризопина и апохризина, у представителей которых есть орган, улавливающий ультразвук. Теперь ближе к физиологии. Европейские золотоглазки достигают размаха крыльев от 6 до 35 миллиметров. Я думаю, как раз у нас сегодня в гостях острый с большим размахом крыльев. В то время как у тропических видов он может превышать 65 миллиметров. Ну, конечно, тропиков всё больше. Её сложение соответствует классической схеме сетчатокрылых. Большинство европейских видов покрашены зелёный или коричневый цвет. Вот как раз у нас зелёненькое. И различаются по узору на головах. У них есть посеточные глаза, причём данный золотой орган некоторых видов переливается металлический бронзовым цветом, что дало название всему семейству. Обе пары крыльев имеют одинаковую форму и, как правило, прозрачные. Однако в некоторых видах на них имеется рисунок или пятна. Но вот у нас сегодня в гостях прозрачная пиложка, да, вот у наших золотоглазок. Вообще крылья в большинстве случаев пересекаются зелёными жилками. Личинки золотоглазок отличаются либо очень вытянутым телом, либо, наоборот, очень компактным телосложением, с крючкообразными щитинками по бокам, на которые нанизываются различные маскировочные материалы или остатки пищи. Золотоглазки активны в сумерках или в ночное время. Осенью часто залетают в городские квартиры. Большинство видов в ростном состоянии питаются исключительно пыльцой, нектаром или... Однако золотоглазки рода хорисопа, как и личинки почти всех прочих золотоглазок, как и личинки почти всех прочих золотоглазок промышляют хихничеством, охотятся на мелких насекомых. В них рацион может входить тли, листобложки и червецы. Также, кстати, клещи входит в рацион золотоглазок. Причем, вот, это большой плюс данных насекомых, что не могут истреблять клещей. Из-за большого количества пожираемых вредителей личинки золотоглазок являются полезными насекомыми в сельском и лесном хозяйстве и могут разводиться искусственно. Кстати, даже искусственно и разводятся. Причем, вот, есть такие данные, что в среднем личинка золотоглазки уничтожает от 100 до 150 клеев в день. При нехватке пищи она нападает также на личинки других полезных насекомых, таких как божьи коровки или на собственных сородичей. Да, есть и такое. Причем, многие личинки в защитных целях сооружают у себя на спине подушки из растительного мусора и животных остаток. Как я уже говорил, у представителей семейств Хризапина и Арахризина в основании жилки переднего крыла есть орган, улавливающий ультразвук. Услышав его, они складывают крылья и падают на землю, чтобы спасти сортитучих мышей, которые, как известно, локализуют добычу с помощью ультразвука. Между собой золотоглазки могут общаться с помощью вибраций задней части тела. Самки золотоглазок откладывают от 100 до 900 яиц на длинных, тонких носков, как правило, вблизи скоплений клей. Сразу после появления на свет личинки проходит процесс линьки и начинают ползать по растению в поисках пищи, качая при этом головой, пока серпообразные челюсти не сокатутся добычей. Касание является импульсом для захвата. Жертва поднимается в воздух, и ей впрыскивается специальный секрет, который растворяет ее изнутри в течение 90 секунд. Благодаря этому золотоглазка может высосать добычу, переваренную, по сути, вне ее желудка. Ну, собственно говоря, для мира насекомых данный метод поедания добычи, он, в общем-то, не нов. Много кто использует такую схему, поэтому здесь золотоглазки, в принципе, ничем не отличаются от других представителей мира насекомых. Но, чтобы не привлекать внимание муравьев, которые защищают тлей, поскольку пасут их ради медвенной пади, листочки некоторых золотоглазок маскируются при помощи ощипывания восковых нитей из тлей и укладки их себе на спину вместе с остатками растений и шкурками тлей. Вот такие вот интересные манеры поведения у золотоглазок и глючинок есть. Причем, в зависимости от внешних условий, листочки становятся взрослыми по истечении 8 или 22 дней. Европейские виды зимуют в коконе с двумя стенками. Вот такой интересный сегодня у нас был гость. Посмотрите, как он выглядит. Это представитель золотоглазок или представительница. Она вот так забавно сегодня к нам попала на обзор. Насекомое для человека безвредно, не кусачи, то есть, его можно смело гладить. Если сядет он на руку, ничего страшного не произойдет. Конечно, не надо сжимать его в кулаке, делать какие-то такие деструктивные действия в отношении его, потому что оно по-своему красиво, прекрасно, интересно. Кстати, абсолютно меня вот не боится, даже когда я подошел к тебе камеру, чтобы поближе снять ее тельце. Вот она спокойно сидит, шевелит тусиками, позволяет себя снимать, то есть, прекрасно переносит вот такое вторжение человека в свою жизнь и, кстати говоря, очень даже такой демонстрирует вполне дружелюбный нрав, то есть, не демонстрирует каких-то признаков агрессии, нервозности или вот иных каких-то поведенческих таких вот отличительных манер. Хотя, нужно заметить, что, вообще говоря, вот насекомые, они, в принципе, вот их зрение позволяет им получать картинку, ну, практически больше, чем вот 180 градусов вокруг себя. То есть, золотоглазка, которая сейчас перед нами, она отлично нас видит, прекрасно понимает, что мы около нее находимся, вот, и, в общем-то, не проявляет никаких признаков страха или какой-то вот такой поведенческой аномалии. Итак, золотоглазка, можно наблюдать ее в Москве, в Подмосковье, абсолютно интересное такое, безобидное насекомое, так что можете показать его своим детям, младшим сестрам, братьям, мамам, папам, можете даже попробовать сделать домик для этого насекомого. Если кому хочется завести себе такое небольшое домашнее такое, да, вот, животное на лето, да, на пару недель, то, пожалуйста, вот, золотоглазка, я думаю, что, в принципе, подойдет. У нас на этом сегодня все. В гостях была золотоглазка, европейская, зеленая, да, с такими интересными прозрачными крыльями. Подписывайтесь на наш канал, ставьте оценки, делитесь впечатлениями, пишите комментарии, а мы с вами ненадолго расстанемся до следующего видео, всем привет, пока!